всем привет дорогие мои подписчики и гости моего канала ну что наконец-то наступило долгожданное лето она у нас у нас в нашей полосе она наступила календарю как у всех а вот по погоде у нас значительно раньше наступила у нас уже наверное недели две стоит жара сильная сегодня по моему тоже по моему 31 градус в общем дожди плевают везде вокруг но только не у нас у нас прям пустыня сахара и ничего и ничего невозможно нет конечно возможно если есть желание палить ну что-то желание как-то сильно отсутствует поэтому у нас здесь сахара вот поздравляю всех детишек всех наших дорогих детей с праздником будьте самыми счастливыми пусть у вас обязательно все сложится вашей жизни ну что ребят хочу вам показать свою грушу помните я вам и показывает буйное цветение потом эта груша стояла у меня под снегом вся цветущая под снегом а теперь смотрите что что на ней происходит вы видите что происходит в общем завязалась груша и видимо уже даже на этой стадии веточки и так не так много не так много вроде как еще не такие большие плоды но веточки уже гнутся вот котики ходят бабушка приехала дина соответственно в гости к нам приехала до что у нас все все как всегда он дина гуляет копает ложится где-нибудь где и по прохладе бабушка на нее ругается хоть один все время в жару лежит тоже дома под кондиционером но все равно умудряется где-нибудь накопать что-нибудь и и обрадовать бабушку дадим датью ей не нравится непонятно бабушка ворчит так что у нас нового сирень цветет запахи ароматы стоят в общем нереальные вот что у нас еще по поводу пчел но ухожу смотрю летают так немножко подлетают но это конечно пока еще не все серьезно первое роение на наступит 10 июня поэтому вот после 10 июня будет уже что-то если буду смотреть то это уже значит что-то серьезное яблоки похоже в этом году у нас тоже будут несмотря на наши морозы да но морозов как таковых не было были снегопады поэтому яблок то ужина завязывалась пиончики мои вот это древовидный моего пересаживали он уже тоже первый зацвел ирисы прекрасные денусь да да хоть единочка за мной походит девчуля вот ирисы прекрасные зацвели видите красота какая просто нереальная красота правда прям мне кажется это космос какой-то можно стоять разглядывать до бесконечности вот что у нас еще нового но пионов в этом году тоже много цвести будут но пока еще рано вижу бутонов очень много завязалась так ну здесь здесь щавель у меня в цветуху пошел поэтому часть обрезаю отношу куром по возможности стараюсь поливать просто ничем не удобряю просто поливаю до грядки у меня сил не хватает дайте здесь лук замечательный у нас а и уже скоро наверное нужно мне будет подвязывать вот эти огурчики прекрасные видите перец уже начинает вроде скоро будет зацветать там укропчик где-то но в общем в общем что-то какое-то движение в саду происходит все таки лето же началось правда вот что еще что еще у нас нового вот я сюда давно не ходила а здесь вроде как в этом году и голубика будет ну так это же прекрасно правда же смотрите сколько цветочков а из этих цветочков будут потом ягодки надо мне сюда один шланг а я сюда где-то по моему подсоединила что-то не знаю может быть хватит если мне то надо клесть вечером выйти или завтра с утреца выйти меня все это пополевать вечером не получается я вчера вышла вечером бабушке даже сказал на улицу не ходи у нас там боевые комары летают это прям вообще в усмерть зажевывает он смотрите как голубик прекрасно цветет да надо будет немножко пополевать так что у нас не знаю как у вас а у нас боевые комары летают жуть какие злые слушайте а вот это уже жимолость вот 1 июня и уже что-то что-то уже даже есть вот пожалуйста первые ягодки можно уже есть прекрасный вид ли бума и мое сейчас счастливое лицо она кислая ужасно но полезная и ужасно дорогущий я смотрел в магазине стоит ним и не просто я думаю боже мне уже кто-то такие деньги зажиму спать но может быть кто-то платит у кого нет дачи а у нас а у нас ее уже очень много может быть завтра даже встать день пособирать видите уже даже он ее как много кусты огромные кислючая так что вроде где-то груши завязались где-то где-то черешни я видела тоже смотрела завязалась в общем у нас что-то происходит что-то происходит что-то меняется это не интересно очень что-то здесь есть или нет вот это наверное товарищ ничего не даст потому что все-таки он южный и наверное он ему было холодно хотя сложно сказать может быть это может быть что-то он такой вроде как у него не видишь не видишь ничего а потом когда красные появляются ой как же его зовут не про борис боже мой я даже забыла как его зовут как тебя зовут ты помнишь дружок как тебя зовут забыла ну ладно надеюсь что вспомню вот что у нас еще нового а вот еще вам хотел показать радодендрон что с ним происходит если его не укрыть вот феврале пожалуйста все сгорело надо теперь поливать листочки новые он конечно не умер а у него пойдут новые листочки но вот это все увидите как все сгорело потому что не укрыли ну что теперь делать ну вот а часть была часть была в снегу в это время да когда были было палящее солнце и вот так бы он конечно вот такой красотой бы нас бы радовал весь ну а так только кусочек пахнет он не пахнет на цветы очень красивые и цветет но я так думаю дни 20 наверное цветет были более насыщенные вот цвета такие более прям такие темно малиновые а сейчас он светлее и светлее становится вот чифулька бегает с девочками дина у нас так как у нас дина охотница но в принципе она уже старенькая ей бабушка правда сама не помнят она только говорит что день это 13 до 14 лет поэтому курочка закрываем и курочки принципе ходит там умоление не по всему участку потому что дина галиновна может может просто решить что ей нужно походиться на дичь вот и пересчитает пересчитать наших курочек вот а этого а это конечно никому не нужно так барбарис вроде тоже завязался до как у нас видите прошлогодние есть еще уже новые по завязывались прекрасно прекрасно ну в общем как то так дорогие мои сижу по возможности во всех где в ватсапе где где-то видео какие-нибудь маленькие такие удаляю и у меня немножко появляется памяти на телефоне поэтому вот видите получается даже что-то снять что еще а вот черешни вот видите если вы видите вот она вроде как завязывается что то есть я тут ее пыталась поливать но все-таки конечно снежком ее так это по прибила вот вот рядом стоит вишни на вишенке побольше ну значит получится у меня все-таки вишневый компот да прекрасно так есть деревья которые наверное нужно будет удалять вот слуху сухое дерево но ничего столько деревьев много поэтому мы уже с этим смирились и решили что нужно будет просто удалять вот эта вишенка она просто побольше будет а вот это что-то наверное болеет дерево да ну да ну ладно значит осенью значит осенью что-то будет это слива и в принципе сливовые деревья где-то читала сливовые и по моему абрикосовые они живут лет 15-20 поэтому вот этот абрикос так и не очнулся ничего с ним не произошло где-то там с краю ну непонятно в общем мне как-то непонятно может его по отливать может быть он еще и пойдет видите непонятно вот вот этот тоже абрикос так ничего и не произошло с ним где листочка даже не выпустил вот ну что погуляли с вами я вам с вами погуляла тоже ревизию сада сделала посмотрела в принципе все меня устраивает все хорошо а вот еще моя груша любимая моя груша что-то она так наклонилась который очень крупные крупные груши что-то ты друг подружечка наклонилась так сильно но видимо наверное было цветение которое в снег и все цветение наносите таки по облегали я смотрю а вот что то есть еще новое цветение может быть может быть и даст пару груш будем наблюдать поливать все нужно не поливал ничего не вытаскивала совсем нет времени а да вот у меня еще грядет для вас еще одно видео такая знаете тема нарисовалась под видео мы решили продать один квадроцикл у нас их два сейчас я вам покажу потому что думаю что потом просто у меня не будет возможность это сделать вот этот вот видите у нас он называется снегоболотоход а вот это вот просто квадроцикл да а вот это снегоболотоход и знаете сколько возник чтобы его снять с учета у нас и и один и второй оба на учете стоят все официально налоги мы за них платим а ну чтоб снять с учета ой-ой-ой-ой ну в общем как все у нас завершится как у нас все завершится надеюсь что нас на следующей неделе все срастется поэтому сниму для вас и для всех ютюбовцев видео подробное потому что информация мы реально ходим прям как по прям как велосипед изобретаем вообще не понимаем куда лезть чего и как что у нас еще ромашки кругом цветут всем прекрасных выходных хорошего настроения мира добра мира мира в семье в отношениях до вот видите у меня еще тоже скоро зацветет красота всех целую обнимаю спасибо всем за лайки за комментарии ну что а пока пока